Здравствуйте, большое спасибо за приглашение и также повторюсь, что приношу свои извинения за эту накладку, произошло буквально за час до этого, директора вызвали в Министерство труда. На самом деле мне очень легко, наверное, сейчас выступать, потому что предыдущее выступление было как раз о том, насколько важно сохранять этот диалог даже в такое непростое для, я бы сказала, всего мира во время. Как бы ни шла история, какие бы политические кризисы ни охватывали ни страны, ни континенты, искусство, оно оставалось всегда незыблемым мостом, который связывал людей и разные страны. Язык культуры и искусства – это язык народной дипломатии, и он сохраняет, а не разрушает связи, и, наверное, в этом его сила, и в этом его сила в это непростое настоящее время. Примеры лучшие общие образцы культуры всегда напоминают нам об огромной ответственности человека перед окружающим его миром. И в этой связи я бы хотела привести один пример из современной жизни, и хочу сказать, что в своем выступлении все мои примеры будут опираться на те проекты, которые у нас реализуются в нашем фонде. В разгар санкционных войн итальянская Примадонна Чичили Бартоли выпускает компакт-диск «Санкт-Петербург». В этом диске собраны оперные арии, которые звучали при русском императорском дворце в XVIII веке. Замечательная эпоха, и тогда западные композиторы устремлялись на север, в нашу Россию, и зная, что там их будут ждать и признания, и большие гонорары. Но для России эта история оставалась полузабытой. Поэтому многие арии из этого диска были озвучены впервые во всей истории нашей страны. На самом деле Чичили Бартоли, несмотря на то, что она сейчас является одной из ведущих коммерчески успешных оперных певиц мира, она с большим удовольствием работала над этим проектом. И в своих воспоминаниях она говорила, что фактически впервые об этом она и задумалась, когда работала над своим концертом барочной музыки. Проходя классическое образование, ее учили в том, что русская опера начиналась с Глинки в 1936 году, когда была написана опера «Жизнь за царя». Однако в своих научных изысканиях, подготовке концерта, она натолкнулась на то, что итальянские композиторы уезжали в Россию и работали в Петербурге. Это ее очень заинтересовало, и она начала изучать этот вопрос. Но, к сожалению, этот интерес упал на ту эпоху, когда наша страна была закрыта, когда существовал еще железный занавес, и она не смогла приехать с тем, чтобы работать с архивами, чтобы самой детально в этом разобраться. Но интерес у нее не пропал, и когда занавес открылся в 2000-х годах, она смогла осуществить эту свою мечту, она приехала в Санкт-Петербург, и в Мариинском театре, где хранится эта библиотека, Георгиев с большой радостью принял ее и позволил работать с этими материалами. Эти оперы были написаны итальянскими композиторами, которых приглашали ко двору с тем, чтобы они писали оперы для усложнения слуха великих императриц. Но надо сказать, что эти оперы были написаны не только по итальянским сценариям, но также и по сценариям русским. Это особенно заинтересовало Чичили и Бартоли, и она в своем диске решила спеть и на русском языке. И поскольку запуск этого диска и, соответственно, концерт под этот диск попали на эти непростые времена, Чичили и Бартоли не захотела отказаться от гастролей, она не захотела отказаться от этого диска. И когда ее спросили, собственно говоря, а подходящее ли сейчас время, она ответила, что, если честно, я думаю, что музыка и искусство в целом всегда несут идею мира. Мой альбом еще в большей степени это урок терпимости и взаимопонимания. В веках я показываю, как блестяще и плодотворно итальянцы и немцы сотрудничали с русскими. Это хороший пример для всех нас. Искусство способно разряжать напряжение. Мне кажется, это замечательные слова, которые лишний раз показывают, что, несмотря на то, какие политические кризисы не охватывают наши страны, какие противоречия не возникают среди политических элит разных государств, если когда мы говорим о людях, когда мы говорим об искусстве, здесь границы стеряются и здесь появляется новый язык. В моем коротком выступлении я бы хотела также остановиться на том, что кроме дипломатии через культурные инициативы, немаловажную роль играет и дипломатия через спортивные события. И тоже не секрет, что сейчас у нас не все однозначно относятся к тому, что у спорта, так же, как у культуры, не должно быть границ. И в этой связи мне хочется привести тот пример того проекта, который также реализуется нашим фондом, и он называется «Музей в шахматах». Впервые идея провести шахматные турниры в крупнейших культурных центрах была осуществлена во время матча за мировую корону в 2012 году. Тогда чемпион мира Ананды и претендент Борис Гельфанд провели встречу в Третьяговской галерее. Это событие транслировалось по интернету, была видеоконференция, видеосвязь, видеотрансляция. И только за один день было зафиксировано, что этот сайт посетили 5 миллионов человек из 138 стран мира. Продолжение этого мероприятия было решено сделать уже в Европе. И в следующем году было принято решение провести мемориальный чемпионат имени Алёхина в Лувре, первый этап, и второй этап в Русском музее. Торжественное открытие состоялось в Тюлюрии, а за день до открытия этого мемориального чемпионата спонсоры мемориала, господин Кимченко и господин Филатов, подписались президентом в Украину соглашение о создании музея постоянной экспозиции русского искусства. Обычно эти выступления сопровождаются великолепным концертом ведущих музыкантов мира. И так в Лувре это мероприятие было открыто концертом Николая Луганского и Вадима Репина. Не надо, наверное, передавать, какой большой резонанс вызвало это событие, и сколько прекрасных слов было сказано в адрес организаторов этого мероприятия. Мы продолжили эту инициативу, и в этом году мы провели шахматный турнир среди российских школьников, продолжая традицию белой ладьи. И победителей этого конкурса мы планируем отправить в Китай, где они встретятся со своими сверстниками, победителями конкурса в Китае. Таким образом, мы считаем, что граница между нашими странами стирается, когда мы говорим о спорте, когда мы говорим о шахматах. Мы также считаем, что Россия, как держава, находящаяся между Западом и Востоком, может этим самым сказать, что вот нету Запада, нету Востока, весь мир един, и мосты, они, собственно говоря, спасут, наверное, все человечество. Наверное, свое выступление я бы хотела закончить цитатой Юрия Михайловича Лотмана, это выдающийся российский культуролог и гуманист. Он был убежден в основополагающей значении культуры в жизни человеческого общества. Культура, не способная развиваться в узконациональных рамках, отгородиться от внешних влияний в современном мире невозможно. Неумелость и бестагность здесь могут причинить больше вред. Мир не может иметь один язык. Единство создается взаимосвязью разного, а не многократным увеличением одного и того же. Нельзя забывать, что в области культуры малых народов нет. Культура велика людьми, идеями и произведениями. И, наверное, в качестве последнего моего, моих слов, с тем, чтобы перекинуть мостик, наверное, уже на следующее выступление, хочу сказать, что культурная дипломатия важна не только в рамках международных проектов, она также важна и в рамках одной нашей страны. Мы знаем, как богата наша страна разными народностями, как богата наша страна культурным наследием, которое мы, возможно, еще не до конца знаем, которое хранится в глубинках, порой в селах, порой в очень отдаленных территориях. И чтобы возродить эту традицию культурных мостов и у нас в России, мы в этом году запустили конкурс «Культурная мозаика малых городов и сел», целью которого соединить истоки культуры, еще хранящиеся в деревнях, в сельских местностях, с той культурой, которая уже далеко прошла свое развитие в больших городах и в разных культурных центрах. В этом году нам посчастливилось познакомиться с нашими новыми партнерами, презентацию которых вы сегодня услышите, где эти мысли и идеи начали уже воплощаться в конкретных проектах. Благодарю за внимание. Если есть вопросы, я хочу вас ответить.